Добрый день, еще раз. Я надеюсь, меня хорошо слышно и видно. Уважаемые слушатели вебинара, пожалуйста, если будут у вас вопросы, отправляйте их не прямиком в чат, а непосредственно в специальную вкладочку, где видите знак вопроса. Итак, давайте начнем. Спасибо за отклик. Я поняла, что меня видно и слышно. Итак, сегодняшняя наша тема – это организация исследовательской деятельности в системе дошкольного и начального общего образования. Конечно же, как и любая область, необходимо вспомнить, о каким образом данные, так скажем, проблемы возникают и прописываются в нормативно-правовой документации. Ну и начнем мы с дошкольного непосредственно образования. Всем известно, что существует федеральный государственный образовательный стандарт на ступени дошкольного образования. И здесь для вас специально также на слайде предоставлен QR-код, по которому вы можете перейти к приложению к федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. Специально для вас также выдержкой есть пункт 1.2, который непосредственно подчеркивает реализацию программы по данной ступени. Что здесь особенного? Ну, конечно же, так как у нас тема сегодня – исследовательская деятельность, то во всех, так скажем, документах мы будем искать непосредственно, каким образом это актуально, а что обосновывает данную категорию. И вы видите, что реализация программы как раз-таки в формах специфических для детей, данные возрастной группы непосредственно, они разбиваются по возрастным группам, вы прекрасно это знаете, реализуется не только в форме игры, но и в познавательной исследовательской деятельности. Конечно же, здесь дана выдержка для того, чтобы вы обратили внимание, что кроме многочисленного текста, который вы можете увидеть в стандарте, мы непосредственно видим нашу задачу – задачу реализовывать познавательную и исследовательскую деятельность. Безусловно, не только на ступени дошкольного образования, в том числе начального общего образования, и в последующих ступенях обучающиеся проходят непосредственно развитие в рамках, допустим, исследовательской деятельности. Можно много говорить, что такое исследовательская деятельность, и даже непосредственно проникнуться в отличие понятия «проектная деятельность» и «исследовательская», что непосредственно будет на следующих слайдах отображено. Давайте продолжим с вами дальше. Мы прекрасно знаем, что существует пять областей развития личности ребенка по дошкольному образованию, и непосредственно одна из этих образовательных областей, которая называется «познавательное развитие», хорошо пропагандирует, можно так даже сказать, актуализирует непосредственно развитие поисковых исследовательских умений. Подчеркну, что на ступени дошкольного образования мы видим подобного рода образовательные области, которые очерчивают непосредственно функциональные обязанности и содержание работника в ДОУ. Но если мы рассматриваем непосредственно ступень начального общего образования, то, конечно же, здесь возникает и понятие урочной деятельности, которая предполагает различные формы и типы уроков, и внеурочную деятельность, и воспитательную работу. Об этом чуть позже мы с вами поговорим более подробно. Конечно же, рассматривая возможности реализации исследовательской деятельности, хотелось бы подчеркнуть такие для вас, возможно, даже знакомые программы, которые наверняка реализуются и у вас в детских садах, в школах. Но хотелось бы особо подчеркнуть, например, такую программу, как «Наураша», где непосредственно герой в виде такого юного исследователя-мальчика предлагает свои занятия, где вы можете вместе с детьми в интерактивном формате непосредственно наглядно провести познавательно-исследовательскую деятельность. Конечно же, в детских садах и в нашем городе реализуются использования таких программ. Я буду рада узнать у вас, есть ли такие программы, которые функционируют непосредственно уже несколько лет. Посмотрите, следующий, например, вариант реализации исследовательской деятельности, в чем может заключаться. Конечно же, в популяризации, например, такого бренда, как «Наукоград», допустим, как разбить непосредственно, например, на территории своего детского сада, или реализовать, например, под девизом «Все интересное» рядом. Ну, например, в детском саду номер 84 города Уфа, республики Башкортостан, организована непосредственно такая вот целевая, так скажем, программа, которая предполагает работу научной лаборатории, метеостанции, агроинженерии и природной зоны, и в том числе мульттехнологии. Ну и, безусловно, всем знакомый всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников, младших школьников «Я исследователь». Как раз-таки данный конкурс, он организован и непосредственно выпущен в целой серии методических пособий таким исследователям, как Леонтович. Чуть позже также по поводу непосредственно структуры исследовательской деятельности мы с вами рассмотрим на наших слайдах. Посмотрите дальше. Конечно, проговаривая отступение дошкольного образования в рамках преемственности, к начальному общему образованию, не стоит упомянуть о том, что согласно обновленным в ГОС включается понятие не только знаково-символических действий, но и характеристика в планируемых результатах. Она обновлена в каком ракурсе? Посмотрите. Здесь для вас специальная выдержка из как раз-таки текста стандарта, пункта 42, которая предполагает овладение универсально-учебными познавательными действиями. Универсально-учебные познавательные действия, мы с вами прекрасно понимаем, что существует три вида планируемых результата. Это личностные, это метапредметные и предметные. И как раз-таки в метапредметных результатах содержится универсальное учебное действие, которое точно так же делится на три подвида. Это коммуникативные, познавательные и регулятивные. И, безусловно, цепляет взгляд то, что непосредственно в познавательных действиях далее дается характеристика таких понятий, как базовые логические действия, базовые исследовательские действия, обращаю ваше внимание, и работа с информацией. Казалось бы, непосредственно данные метапредметные результаты, они могут быть реализованы как в урочной, так и в неурочной деятельности. Конечно, да. Но есть момент того, что мы с вами идем в одной, так скажем, траектории действия, как исследовательскую деятельность реализовывать со ступени дошкольного образования и в последующих непосредственно ступенях. И поэтому особо хочется подчеркнуть то, что понятие исследовательской деятельности актуализировано и обосновано нормативно-правовой документацией. А теперь давайте посмотрим, что же такое в итоге исследовательская деятельность, как рассматривали наши педагоги, психологи, философы. Непосредственно обратите внимание на следующий слайд. Рассматривая само понятие исследовательской деятельности, натыкаешься на такие между собой взаимосвязанные понятия, как деятельность, исследование, сразу же всплывает вопрос, а что такое проектная деятельность, а что такое проект, а какие еще виды работ обучающихся существуют. Конечно же, теория деятельности, которая была раскрыта и доказана Леонтьевым, безусловно, имеет место быть и здесь, потому что любая деятельность, она предполагает мотив, предполагает как раз-таки операции и действия. И личность в теории деятельности как раз-таки Алексея Николаевича Леонтьева предполагает, предполагается то, что она рассматривается в единстве, в единстве как раз-таки всех этих компонентов. И обратите внимание, согласно этим компонентам выстраивается цель, задача, операции, потребность и эмоции. Данная структура деятельности, она подчеркивается тем, что личность переживает все эти элементы. И насколько комфортно личность нашего обучающегося, наш обучающийся будет себя чувствовать комфортно в этой деятельности, настолько результативно произошла, значит, непосредственно, сейчас бы тавтологически будет звучать, но деятельность. Потому что ребенок, ощущая, так скажем, положительные эмоции, непосредственно выражает то, что его цель, его задачи были достигнуты. Конечно же, бывают различного рода мотивы, как внутренние, так и внешние, но, однако, есть ситуация следующего характера, как мы, непосредственно педагоги, должны воздействовать на обучающихся. И далее приводится определение исследования, понятие исследования взятое из Большой советской энциклопедии, но здесь подчеркивается именно научное исследование. Посмотрите, что такое научное исследование. Ведь многие из нас понимают, что, например, называют проект реализовывать, допустим, изучать ржавчину, или кто-то говорит, что это исследовательская деятельность, потому что мы рассматривали различные методы, мы получили результат, мы сравнивали, и кто из них прав. Вот обратите внимание, что научное исследование как раз-таки это процесс выработки научных знаний. Если рассматривать, снова же возвращаясь непосредственно к определению исследовательской деятельности по Леонтьеву, это деятельность, предметом которой является выработка нового знания. Вот этим в первую очередь, то, что выработка нового знания, и отличается понятие исследовательской деятельности. Это было уже заложено Леонтьевым. Но если мы с вами рассмотрим далее по презентации, то видим, что проектная деятельность и исследовательская деятельность дается в сравнении. И, казалось бы, здесь отличительных особенностей не видно. Но давайте будем снова размышлять и вчитываться. Допустим, проектная деятельность, как трактует непосредственно Евгения Семеновна Полат, описывается, что это способ, проектная деятельность – это способ достижения дидактической цели. Что такое дидактика? Мы с вами помним, что это образовательное, значит, что-то связано с образовательной целью. Ну, например, возможно, необходимо сделать какой-либо, например, макет достопримечательности города или что-то еще подобное. Или, например, соорудить какой-нибудь интересный музыкальный инструмент. Через детальную разработку проблемы. Давайте теперь вернемся на непосредственно другую сторону таблицы. Здесь написано «исследовательская деятельность». Как раз-таки Савенков Александр Ильич считает, что исследовательская деятельность – это особый вид интеллектуально-творческой деятельности. И обратите внимание, что здесь подчеркивается, что порождается в результате функционирования механизмов поисковой активности. Согласно, что, конечно же, и в ходе проектной деятельности, в ходе исследовательской, дети, безусловно, проявляют свою заинтересованность и выражают непосредственно поисковую активность. Если грамотный педагог поддерживает эту поисковую активность, то, конечно же, выливается в прекрасный результат. Проект – это идеи, это образ, да, и это непосредственно замысел, может быть, какой-то чертеж, исследование, да. Исследование – это последовательность шагов. Используем для сбора, анализа информацию целью углубления. И посмотрите, каждое из этих определений между собой имеет схожесть. Но, однако, можно сделать вывод о том, что непосредственно исследовательская деятельность – это более широкое понятие. Непосредственно в исследовании мы используем научные методы, мы используем сравнение результатов. А если мы говорим про проект, то про проект непосредственно, да, то мы понимаем, что в проектной деятельности существует некого рода результат. Результат, ну, например, как, допустим, изготовление, например, как, ну, допустим, какой-нибудь книжки, музыкального инструмента, словарика или там макета дома и так далее, тому подобное. Конечно же, в школьное, так скажем, да, время непосредственно не только во время урочной деятельности, но и во внеурочной деятельности реализуются проекты. И, безусловно, проекты помогают детям все больше и больше вникать непосредственно в исследовательскую деятельность. Ну, и проекты сами по себе могут существовать и реализуются на ступени дошкольного образования. Здесь, конечно, могут быть большое количество примеров, которые связаны непосредственно с реализацией пяти областей развития ребенка, да, но непосредственно Елена Сергеевна разделила типологию проектов следующим образом. Посмотрите внимательно. То есть по доминирующему методу, творческие, игровые, исследовательские или практикоориентированные, или, например, по характеру участия у ребенка в проекте, то ли он исполнитель, то ли участник от зарождения идеи до получения результата, по количеству участников, да, часто встречаются групповые проекты, например, или, допустим, индивидуальные, или по времени, по продолжительности, как мы еще можем проговорить, допустим, долгосрочные или краткосрочные проекты. В большинстве случаев бывают краткосрочные проекты, но, однако, есть различного рода конкурсы, где необходимо продемонстрировать долгосрочный проект. И важно понимать следующий момент, который непосредственно основывается на том, что наряду с понятием проекта, наряду с понятием исследования существуют и иные формы работы обучающихся. Это, например, работа по образцу. То есть, конечно же, предполагая понятие работы по образцу, мы понимаем, что это репродуктивный, включается метод как раз-таки обучения, когда ребенок видит, повторяет и выполняет задания по тому же образцу, который дан педагога. Или, например, творческая работа, выполнение предложенного задания с внесением собственных изменений, дополнений, что как раз-таки уже предполагает более продуктивный характер работы. И, конечно же, все это непосредственно выливается в то, что существуют различные формы работы обучающихся, в том числе и как проект. А вообще выполнение проекта составляет непосредственно проектную деятельность. И проговариваем далее по поводу этапов проекта, потому что многие из нас сталкиваются наряду с тем, что своих воспитанников включают в реализацию проекта, подключают родители, законных представителей. Необходимо понимать, что реализует ребенок, да, совместно, конечно же, с родителем, законным представителем, и какова деятельность педагога. Посмотрите. Конечно, при формулировании проблемы, да, цели проекта есть ошибочное мнение, что, например, можно дать, допустим, такой вариант, что ребенок сам ищет непосредственно тему, а потом уже педагог подключается. Желательно дать небольшой список для того, чтобы ребенок мог выбрать, а потом, может быть, скорректировать. Для чего это нужно? Потому что дети порой не могут понять, а вот чем ему охота заняться, а что вот сейчас интересно, Что сейчас актуально? Естественно, здесь порой играет такую, так скажем, медвежью услугу со стороны и родителей, которые начинают наседать и непосредственно влиять на то, что выполняет их чадо, но главное содействие, взаимодействие, но не выполнение за него. Естественно, каждый раз мы наталкиваемся на то, что ребенок выполнил проект, возможно, да, его фамилия стоит, педагога там, но самое интересное, что большинство понимает, что красиво оформленная, но настолько в высоком уровне презентация, либо, например, может быть, оформление непосредственно теории, да, но не мог ребенок так осилить прекрасно. Поэтому здесь, когда вот непосредственно сталкивалась, сама являлась в составе жюри конкурса, как раз-таки лучшие практики, то наталкиваешься на то, что есть реальные работы, вот видно, что рука ребенка больше всего здесь как раз-таки преобладает, либо, например, взрослого, и, естественно, поддается сомнению работа, каким образом оценить. Конечно, существуют у нас, как и у состава жюри, критерии своего рода, но есть само понимание того, что родитель, и в том числе педагог, хочет же наилучшего. Наилучшее является в том, что ребенок сделает сам. То есть где самостоятельно, в большей степени вложится ребенок, для него, для его развития и формирования исследовательских умений, это будет более эффективно и комфортно. И, конечно же, понятие того, то, что он вводит в игровую ситуацию, да, воспитатель. Если ребенок не может, например, сформулировать задачу, то формулируется задача. Почему написано здесь в скобках «нежестко»? То есть не нужно понимать, что, допустим, как вы осознаете эту задачу, точно так же будет осознавать ребенок. Нужно на его уровне непосредственно растолковать, чтобы потом, во время защиты, он смог точно так же на уровне выношенной ситуации проговорить эту задачу. И, конечно, каждый из этих этапов предполагает непосредственно помощь, но не выполнение за него, еще раз это подчеркну. То есть помогает в решении задачи, может быть, организует деятельность, подключает какие-то микрогруппы, подготовка к презентации. Сама по себе презентация занимает большое количество времени. И как бы нам ни казалось, что сейчас многие детки уже хорошо работают в гаджетах, поверьте, даже взрослые, так скажем, обучающиеся на уровне высшего образования порой такие презентации оформляют, что просто диву даешься, что оказывается им легче в соцсетях что-то там снять, отправить, нежели оформить презентацию. И вот как раз-таки все эти этапы существуют непосредственно в очерченном виде. Вы можете, конечно, дополнить, вы можете откорректировать, но основные моменты, они выдерживаются вот в четырех этапах. И следующий слайд, он посвящен в первую очередь такому, так скажем, подведению итога, каким образом все-таки формируется понятие проект, и как для ребенка на доступном непосредственном языке объяснить, что такое проект. Очень интересная трактовка у Игоря Станиславовича, которая называется 5П. Существует как раз-таки это даже учебное пособие. Если интересно, то чуть позже проговорю непосредственно по поводу этого пособия, потому что 5П предполагает то, что выдвигается проблема, выдвигается непосредственно ее проектирование, поиск информации, продукт, презентация, и все это оформляется в портфолио. Все это оформляется в портфолио проекта, потому что непосредственно в этом портфолио содержится не только результат, итог, Да, но и содержатся черновики работы для того, чтобы потом вернуться, посмотреть, в конце концов себя похвалить за то, что столько смог проанализировать, столько смог со своим, допустим, одноклассником переписать, проговорить, может быть, где-то прокомментировать и так далее. И часто используются данные, форма как раз-таки работы по проекту, многим из вас наверняка известно, так она называется, 5П. И вот постепенно переходя к исследовательской деятельности, которую очень хорошо и подробно расписывает Леонтович Александр Владимирович в своих пособиях, в том числе в конкурсе, который проговорила ранее я исследователь. Он организован для не только младших школьников, но и для дошкольников. Существует также и целое пособие, которое содержит в себе рекомендации по реализации исследовательской деятельности на ступени основного общего образования. То есть, если заинтересуетесь, то, я думаю, в свободном доступе в интернет-браузере вы найдете, потому что на самом деле очень много существует сайтов, где в открытом доступе без каких-либо, так скажем, оплат можно скачать и поинтересоваться более подробно данным видом деятельности. И вот как раз-таки, многократно прослушивая и посещая вебинары Леонтовича Александра Владимировича, основываешься на том, что исследовательская деятельность, в первую очередь, это как раз-таки более научное направление работы. То есть, проговаривая подробно о проектах, проговаривая о различных формах работы обучающихся, постепенно перехожу к тому, что понятие исследования, оно как раз-таки содержится, пусть будет, так скажем, оформлено в презентации не так красиво, как хотелось бы, да, ну, например. Возможно, не будут использованы такие методы, как раз-таки, которые называются математической статистикой, но самое важное понять ребенку, что в этом исследовании он выдвинул цель, у него есть проблема, у него есть изученная теория по проблеме, вопросу, да, это непосредственно подбираются методики, а методики различные существуют, да, и методики здесь могут быть не только по поводу, допустим, непосредственно исследования, но и, возможно, ребенок рассмотрит дополнительные какие-либо источники знаний, да, или, например, он, подведя итог, все это оформит непосредственно в красивой презентации. Ну и, проговаривая по исследовательской деятельности, понимается непосредственно деятельность, как прописывает Леонтович, связанная с решением учащихся творческой и исследовательской задачи, заранее неизвестным решением. Посмотрите, здесь предполагается наличие основных этапов, предполагается характерных, конечно же, для научной сферы, и предполагается своеобразная структура. Я понимаю, что здесь, возможно, вы увидите такое, так скажем, тождественное понятие, как, например, там, курсовая работа, реферат, выпускная квалификационная работа и так далее, но мы же готовим наших обучающихся все больше и больше расширять знания, да, систематизировать их, углублять. Естественно, к этому все постепенно идет. Мы понимаем, что, например, начиная с какой-либо формы работы, она постепенно может перейти в проект, он реализует проектную деятельность. Эта проектная деятельность может постепенно расшириться, добавиться как раз-таки элементами научной, из научной сферы и вылиться в исследовательскую деятельность. И, конечно же, многие исследователи свою, так скажем, работу могут выставить на конкурс и определенные места занять. Сейчас большое количество реализуется, так скажем, форм поддержки для обучающихся, ну и не только для обучающихся, но и педагогов. Например, сейчас актуально участие как раз-таки в грантовой деятельности, например, в Росмолодежи, да, где непосредственно хотят увидеть более молодых специалистов. И все это предполагает развитие исследовательских умений, потому что при реализации, начиная вот с любой формы работы, постепенно ее углубляя, ее систематизируя, обучающийся все шире и шире раскрывает свой кругозор. И, конечно же, он уже будет рассматривать проблему иначе, и ее может с легкостью презентовать тому, что он этому научился. А все благодаря тому, что с малого все начинается. То есть уже на уровне дошкольного образования начинается постепенное вот это вот как раз-таки постижение той цели, глобальной большой цели, что ребенок может стать исследователем. И, конечно, в этом и является помощь родителей и не только педагогов, но и родителей в том, чтобы создать благоприятные условия, комфортные условия. В первую очередь для того, чтобы ребенок сам прикладывал усилия по реализации этого проекта. И вот как раз-таки далее, рассматривая понятие исследовательских умений, хотелось бы проговорить про исследовательский тип мышления. Существует, конечно, несколько, так скажем, несколько видов мышления. Но мы всегда понимаем мышление, значит, там, например, быстро там умеет делать выводы, заключения, какие-то логические операции проводит. Вот логика мышления у нас как понятие такое тождественное между собой складывается для нас, да, непосредственно. Здесь подчеркивается, почему исследовательский тип мышления. Но исследовательский тип мышления в первую очередь предполагает реализацию функции. Смотрите, как раз-таки из способия Леонтович непосредственно цитируется данный текст, где прописывается, что в дошкольном образовании и в том числе начальной школе является одной из важных функций – это сохранение исследовательского поведения. О чем я вам и говорила, что непосредственно с малого все начинается. Вот сохранение вот этого исследовательского поведения, да, а постепенно его непосредственно пророждение, да, вот как вот мы, например, не можем же сразу же, допустим, со своих там саженцев требовать плоды, да. Мы постепенно же, мы их облагораживаем, мы их прививаем, возможно, подкармливаем и так далее, так далее. А потом уже получаем этот результат – плоды. Точно так же и здесь вот маленький непосредственный исследователь, этот юный исследователь начинает свои шаги по траектории развития как раз-таки с детского сада, с дошкольного образования. А потом уже постепенно все перерастает в более-таки результативные и эффективные, возможно, для него, казалось бы, изначально не посильные, но плоды. И вот как раз-таки в старшей школе, то есть уже на ступени выпуска, непосредственно обучающийся получает компетентность, исследовательскую компетентность, когда он уже осведомлен, когда он уже уверен, когда он уже прекрасно может реализовывать различные проблемы исследовательского характера, да, и у него уже есть предпосылки для профильного обучения. Ведь многие дети в этом возрасте как раз-таки, да, там, допустим, 5-7 лет, многие из них думают, а кем они станут, да, то ли они хотят феями быть, то ли они хотят космонавтами, президентом и так далее и тому подобное. То есть различные роды деятельности у них в голове крутятся, а вот интерес, то, что вызывает как раз-таки его исследование, да, его проект, оно и является предпосылкой для того, чтобы билет, так скажем, в будущее получить. Потому что уже на этом этапе видно, чем ему нравится заниматься, то ли в ходе исследования он прекрасно может проанализировать результаты, значит, у него уже очерчивается вид деятельности, да, то ли он прекрасно, может быть, он не хочет там заниматься результатами, но зато прекрасно оформляет презентацию. Вот ему это легко дается. То есть мы уже видим такой, будет, начало как раз-таки профессиональной деятельности, то ли вещать, то есть проговаривать, доказывать, обосновывать, он прекрасно коммуницирует. И каждый раз, вот как нам непосредственно, в первую очередь, родителям или законным представителям, нужно обращать внимание на то, в каком из этапов деятельности, подчеркну, проектной, исследовательской или других иных форм работы обучающихся, начиная со ступеней дошкольного образования, где ребенку комфортно, где он проявляет себя, а где вот он начинает зажиматься, теряться, ему это не посильно, он не может. И здесь, конечно же, в первую очередь, это сигнал о том, что здесь он, ребенок, в дальнейшем, возможно, себя проявит наивысшей степенью. Поэтому двигаемся с вами дальше. Диагностический инструментарий. Конечно же, существует, так как существует само понятие исследовательской деятельности, естественно, реализуются исследовательские умения, они формируются у ребенка, они развиваются. Нам, как педагогам, в первую очередь необходимо продиагностировать, например, понять, насколько у ребенка это получается, есть ли предрасположенность. Ну, например, если мы хотим узнать, допустим, выраженность учебно-познавательного интереса, это для как раз-таки младшего школьного возраста отсутствие интереса, или, например, возможно, ситуативный интерес, или любопытство и так далее, можно использовать такую как раз-таки методику, которая называется шкала выраженности учебно-познавательного интереса, или, например, опросник для учащихся, умеете ли вы, как раз-таки здесь представлено на слайде. Для родителей, для законных представителей в том числе, и, конечно же, для педагогов, начиная с ступени дошкольного образования и начального общего образования, можно использовать диагностику специальных способностей детей. Она еще иначе называется карта, да, карта как раз-таки способностей, когда вы, уже отвечая на вопросы, понимаете, насколько ребенок может себя реализовать, допустим, в культурно-просветительской деятельности, может быть, спортивной, возможно, в другой деятельности. Самое важное, когда вы подбираете диагностический инструментарий, смотрите цель, смотрите, на какой возраст он ориентирован, да, и, возможно, есть адаптированные, модифицированные варианты, поэтому они более-таки сокращенные, либо, например, рассчитаны только на определенный блок, на определенный блок как раз-таки, который нужно рассмотреть более детально. Тест креативности Торренса здесь не случайно представлен тому, что, когда мы говорим про исследовательскую деятельность, мы понимаем, что существует творчество в этом, да, и мы понимаем, что ребенок как раз-таки творчески развитый, он начинает своими эмоциями, своими идеями делиться и проявляет, выражает это в более такой нестандартной форме. И, конечно же, диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования, которые представлены целым пособием в УНЕЕВЫХ. Здесь есть момент того, что вы рассматриваете комплексно личностные и метапредметные результаты, а мы с вами помним прекрасно, что личностные результаты также предполагают понятие смысла образования, да, самоопределение ребенка на ступени начального общего образования, как он поступит в той или иной ситуации, каким образом он может решить, допустим, опыт, где необходимо использовать, допустим, определенные приборы. Конечно, проговорю, что данное пособие было выпущено еще непосредственно в рамках действия Федерального государственного образовательного стандарта от 6 октября 2009 года, но имеет свою актуальность лишь потому, что собрано как раз-таки в комплексе, в таком интересном тестовом формате, где дается не только вопрос открытого-закрытого типа, но и на дополнение, на выбор, так скажем, варианта и так далее. Ну и здесь большое количество можно представить методик, в связи с этим и проставлено многоточие, потому что на самом деле диагностический инструментарий по непосредственно выявлению уровня сформированности или предрасположенности к исследовательской деятельности, оно имеет большое количество и широкий спектр. Ваша задача в первую очередь обращать внимание на валидность, надежность этой методики, которая прописывается как раз-таки непосредственно, возможно, вы заметите некорректный стимульный материал, не советую такие диагностики брать и использовать, и, конечно же, в первую очередь на достоверные источники обращать внимание. И говоря далее о понятии исследовательской деятельности, хотелось бы прокомментировать небольшой фрагмент как раз-таки примера оформления рабочей тетради юного исследователя, который был изготовлен непосредственно в школе города Уфы, номер 130 Республики Башкортостан. Учителем является Гриша Егор Сергеевич начальных классов. Здесь интересно то, что в рамках как раз-таки исследования непосредственно опытной экспериментальной работы для детей младшего школьного возраста была предложена такая вот модифицированная рабочая тетрадь юного исследователя. Почему модифицированная? Потому что мы понимаем, что в ходе анализа большого количества непосредственно рабочих тетрадей мы определили непосредственно своего рода тетрадь, в которой будут включены основные понятия и дополнили региональным компонентом. И обратите внимание, что такая тетрадь, она может быть изготовлена в принципе в любом формате, но для нас было приемлемо, чтобы было кратко, красочно и доступно для ребенка. И, конечно же, кроме того, что существует понятие 5П по проекту, существует понятие вида проектов, тогда это даны только фрагменты этой тетради, для нас было важно показать ребенку, что существует и понятие исследования, что существует понятие проект исследовательский. И здесь для детей младшего школьного возраста предлагается теория, что нужно сначала изучить, что, возможно, будет интересно как раз-таки не только для ребенка, но и родителей или законных представителей. И предлагается вот в таком доступном формате для того, чтобы ребенок видел, что непосредственно в сравнении, посмотрите. То есть, например, что мы можем в теоретической части изложить? То есть, рассматриваются важные для вашей темы термины и излагается теоретический материал. И далее в сравнении, да, таким сероватым, чуть бледным цветом дается пример, что, например, в литературе мы нашли определение. То-то, то-то-то. История вопроса освещена на страницах таких-то. Существует следующая информация. Впервые этот вопрос был затронут так-то. То есть, мы постарались дать не только чисто научные понятия, но чтобы ребенок видел пример, на этом отталкивался, да, непосредственно действовал по примеру. Если мы, например, смотрим исследовательскую часть заключения, естественно, да, например, в заключении ребенок излагает полученные результаты, а как это можно прописать? Что, допустим, в результате проведенного исследования или в перспективе было бы интересно изучить то-то, то-то? Очень много было различных тем, которые изучали дети, но тот непосредственно, вот сейчас период такой интересный, это изучение и изготовление как раз-таки в домашних условиях тянучки непосредственно, которые мы так называем взрослые, да, или, например, изучение как раз-таки газировки и так далее. Но для регионального компонента, по непосредственно региональному компоненту было важно, чтобы дети изучали непосредственно не только природные, да, достопримечательности нашего города, но и затронули историю. И здесь в рамках этой тетради было описано, каким образом можно использовать вопросы-помощники, как актуальность прописать. Ну, допустим, здесь давайте остановимся, например, фразы-помощники для актуальности. Какие они могут быть? Актуальность тема работы обусловлена. Или, например, почему это важно, актуально? То есть нужно сформулировать ответы и дать более такую картину для того, чтобы ребёнок непосредственно смог сориентироваться на своих ответах и составить актуальность исследования. Допустим, почему тема работы сейчас важна? Насколько тема работы сейчас важна? Конечно, дети могут дать различного рода ответы. Насколько тема работы популярна в литературе? Имеется ли место резкие изменения? Почему это важно? И так далее, и так далее. То есть есть момент следующий, как страница, в которой прописывается гипотеза. Ну, у многих детей вызывает, когда они первый раз слышат, что такое гипотеза, слово вообще гипотеза, они не могут понять, что такое гипотеза. А потом, когда им объясняют, что это некое предположение. Это вот, ну, например, если на улице идёт дождь, то, чтобы не промокнуть, наверное, я возьму с собой зонт. Ну, хотя бы элементарно. Вот если, допустим, предположить, что ты выполнишь домашнее задание заранее, то, ну, например, я не знаю, то, возможно, пойдёшь погулять там подольше. Но это такие примитивные примеры для того, чтобы ребёнок понял, что здесь есть такие части гипотезы, которые имеют как раз-таки часть, которая начинается с если, с предположения, что допускается, возможно, и так далее. Ну, допустим, когда мы детей вводим непосредственно в понимание исследовательской части, исследования и начинаем им объяснять, как формулировать гипотезу, всегда не бойтесь задать какие-то нестандартные вопросы и услышать от них нестандартные решения. Это, наоборот, здорово, когда дети начинают размышлять иначе. Важно увидеть любую мысль и за неё зацепиться. Ну, например, почему самолёт оставлять не без следы? Можно сказать, кто, например, более грамотный, более осведомлён, он ответит, почему следы остаётся. А кто-то может сказать, что это, например, послание инопланетянам. Инопланетянам и ребёнок, в принципе, может это дальше развивать. Начинается задумка о том, что существуют ли вообще инопланетяне. А если доказанность, и вот здесь уже начинается что? Другое исследование. Исследование того, что вообще существует. А кто, например, в мировом сообществе научном изучает, что такое инопланетяне, НЛО, существует ли, допустим, жизнь на другой планете. То есть здесь пойдёт как раз-таки вот эта вот зацепка, звено, которое для ребёнка будет интересно. Следующая страница посвящена тому, что определяется предмет и объект. Поверьте, даже обучающиеся на уровне высшего образования не всегда могут с лёгкостью определить предмет и объект. И всегда это вызывает сомнения, что из них шире, что из них уже. И, конечно же, когда мы понимаем, что объект это вот как раз-таки более широкое поле, да, вот, например, там инопланетяне. Если мы хотим, допустим, изучить предмет, то мы уже начинаем рассматривать более узкое, например, там, может быть, как питаются инопланетяне. То есть есть момент того, что мы сужаем. И рассматривая непосредственно о предмете, об объекте, допустим, объект исследования гора Еремель, да, предметы исследования, это легенды и мифы о горе Еремель. То есть на территории Республики Башкортостан есть такая знаменитая гора, и было интересно рассмотреть, чтобы ребёнок увидел как раз-таки связь с региональным компонентом. То есть для каждого из нас непосредственно понятие существует Родина и Малая Родина. Это, безусловно, является актуальным. Все непосредственно мы прекрасно об этом понимаем. И для того, чтобы, опять же, рассматривать, нужно дать пример. Вот здесь вот объект мы видим, вот тут вот предмет, например. А как бы ты рассмотрел? И дать какую-то тему интересную. Ну пусть та же самая будет про НЛО там и так далее, и тому подобное. Главное, чтобы вызвать интерес у ребёнка, потому что если у него нет интереса, к сожалению, ну это будет просто натаскиванием непосредственно такое вот воздействие, как внешнего непосредственно стимулятора, который чуть ли не над душой стоит, чтобы он сделал, выполнил и защитил этот непосредственно результат своего исследования. Ну и, конечно же, как непосредственно проговаривая о всех моментах исследовательской деятельности, любая деятельность завершается. Мы прекрасно понимаем, что мы должны отрефлексировать, мы должны проанализировать, мы должны дать оценку, потому что непосредственно продолжая подобного рода высказанное, ну как же здесь не обойтись без наших любимых смайлов, потому что дети это сейчас, для них это актуально, они это любят, обожают, они, наверное, больше поймут как раз-таки такого рода колобочки, нежели, например, какие-то там слова. Ну, например, они прописывают и ассоциируют, допустим, мы интересуемся тем-то, тем-то. Конечно же, здесь соответствующий смайл. Мы озадачены. Тут вот дается небольшой такой рисунок, где у смайлика течет, допустим, капля слезы. Ну, конечно же, это же тяжело для них. Это в первую очередь для ребенка непосильный труд. Или мы понимаем, мы ожидаем. И было важно подобрать непосредственно такие эмоциональные смайлы. И вот следующий слайд, он продолжает наш анализ. Мы собираемся, мы готовы, и мы обратимся за помощью. Например, там, учителю, воспитателю. А почему бы в детском саду точно так же не расписать? Вот использовать реализацию проекта и с детьми постараться как раз-таки расписать. Естественно, что ребенок даже в дошкольном возрасте легче поймет обозначение этого смайла, нежели там разберет, что написал их воспитатель. Потому что мы понимаем, что клиповость мышления, она преобладает у поколения, нынешнего поколения детей. Поэтому здесь является актуальным как раз-таки знаково-символические действия. Мы с этим можем и бороться, но с другой стороны, использовать себе в угоду. Например, почему бы такие интересные смайлики, красивые, не включить при анализе своей работы. Следующее, то, что хотелось бы проговорить, это, конечно же, подытоживание и обязательно фотография с проектом. Если вы реализовали проект, если это непосредственно защита была уже на уровне конкурса, то, конечно же, данное фото можно приклеить. И обязательно обратная связь. То есть предполагается, что перейдут по QR-коду и как раз-таки проявить себя в вопросах анкеты, она является анонимной, потому что анонимность – это в первую очередь конфиденциальность, а значит и некого уровня доверия идет. Когда мы пишем анонимные анкеты, мы спокойно можем выразить свои эмоции, положительные, негативные. А вот когда уже нужно указать фамилию, имя, отчество или, например, кто-то и откуда, то начинается как раз-таки такой момент, а вдруг для меня там, например, будет потом следующее, допустим, непосредственно послание более такое губительное. Ну и поэтому здесь анкета как раз-таки анонимная. И подытоживая, уважаемые коллеги, все, что мы с вами сегодня изучили, просмотрели, хотелось бы проговорить, что, конечно же, понятия исследовательской деятельности, понятия проектной деятельности, для нас кажется, что они между собой абсолютно одинаковые. Но я надеюсь, вас убедило, что исследование – более широкое понятие, оно как раз-таки включает элементы научной сферы. Если мы говорим о том, что хотим вырастить исследователя, то мы правильно делаем, что непосредственно с проектов, с иных работ форм обучающихся начинается все. Потому что уже на уровне того, что в детском саду ребенок может реализовать проект, пусть он будет буквально там краткосрочный, групповой, индивидуальный, но он проект. Ребенок исследовал, рассмотрел. Возможно, с использованием интерактивных программ, которые были ранее оглашены. Возможно, непосредственно с использованием, допустим, помощи родителей, а без помощи родителей никак. Не от того, что мы такие вот не можем ничего, а потому что должно быть взаимодействие, взаимодействие ребенка с родителем. В первую очередь, какого бы возраста ребенок ни был. И общее исследовательское умение, навыки, которые формируются в ходе как раз-таки данной деятельности, заключается в том, что умение видеть проблемы, задавать вопросы, классифицировать, работать с текстом, текст непосредственно интерпретировать. Обратите внимание, что вид информации может быть расположен не только, как мы привыкли найти в электронном варианте, например, или в интернет-браузерах найти, или, допустим, почитать книжку. Ребенок тоже должен уметь искать информацию. Пусть она находится, возможно, для него в трудно, так скажем, доступных местах, помогите тогда ему. Если ему хочется пойти в библиотеку, сходите вместе с ним. Сейчас очень редко кто посещает библиотеки. Если есть возможность, допустим, открыть и найти в интернете, то, конечно же, под родительским контролем выполните это. Проведение опытов, это умение давать определение понятия, потому что многие дети, это уже идет связь как раз таки с лексикой, это идет связь с русским языком, литературным чтением, не всегда умеют правильно давать определение. Определение начинается всегда с позиции того, что это, то-то, 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 и описываются самые главные, самые отличительные особенности этого предмета. Поверьте, что есть такого рода как раз таки формы работы, когда существует, допустим, при фронтальном опросе, либо, например, групповой или парной работе, детям задается непосредственно задание дать, допустим, определение слова и определение предмета, прошу прощения. И, конечно же, дети начинают задумываться, а как, вот, например, стол-то они могут еще описать, а вот, например, как опишут, допустим, космос или что-то, или, например, такое интересное слово, как цивилизация. То есть все зависит, конечно, от возрастных особенностей детей. Кроме того, защищает свои идеи. Это и связано с коммуникацией, потому что аргументировать, доказывать и приводить факты, доводы, ребенок, начиная уже с дошкольной ступени, постепенно-постепенно наращивает эти способности. Оно, способность коммуникации, является основным, потому что если ребенок не умеет комфортно и эффективно коммуницировать, естественно, возникает затруднение в социализации, возникает затруднение в адаптации ребенка, потому что он не может, допустим, проговорить свои мысли, доказать их, привести какие-то доводы, сделать умозаключение, возможно, даже услышать точку зрения своего собеседника. Но и здесь, конечно, вызывается та задача, что, к сожалению, сейчас большинство детей очень плохо говорят, и не только то, что согласно нормам, допустим, развития речи, предполагается определенное, так скажем, количество слов на каждую возрастную группу, на каждый возрастной период, но и понимание того, что многие семьи испытывают затруднения как раз-таки по развитию речи, потому что, допустим, в билингвальных семьях, когда есть родители с разных, так скажем, национальностей, они изучают абсолютно разные языки. А ребенку что делать? То ли говорить на одном языке, то ли на втором, то ли на тот и тот изучить. И здесь, конечно же, начинаются подходы различного рода от родителей, но здесь очень грамотно и мудро необходимо поступить, конечно же, в первую очередь. И все эти общие исследовательские умения и навыки, они очень важны для детей, чтобы развивать их функциональную грамотность, потому что функциональная грамотность, которая закладывается как раз-таки такой вот основой, да, целостным развитием ребенка, по его траектории является важным качеством и непосредственно его готовностью к развитию в последующем. И так как сегодня у нас 6 июня, непосредственно мы прекрасно помним с вами, какие даты связаны непосредственно с этим, то хотелось бы проговорить следующую цитату, которая была специально для вас подобрана и истолкована Пушкиным непосредственно, Александром Сергеевичем. Обратите на нее внимание, мысль, великое слово. Что же и составляет величие человека, как не мысль? Хотелось бы подытожить и завершить этот вебинар данной цитатой лишь потому, что на самом деле мы должны научить детей мыслить. Занимаемся ли мы просто исследованием, или реализуем ли мы проект, или сидим на уроке и изучаем новую тему, или рассматриваем внеурочную деятельность, а может быть проводим воспитательные мероприятия, всегда нужно учить мыслить. Даже если наш ребенок еще не ходит в сад, есть необходимость как родителя, как непосредственно законного представителя этого ребенка, в первую очередь его развитие умения мыслить. И в завершение хочется еще раз обратить внимание на то, что исследовательская деятельность имеет отличие от проектной, в первую очередь тем, что включает в себя элементы научной сферы. Уважаемые слушатели, я благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, отпишитесь. Так, есть. Так, этот вопрос, даже не знаю, как ответить. Наверное, к организаторам написано, что скачала презентация, открывается, читается только 4 слайда. Даже не знаю, почему, но вы видите, что все слайды, они спокойно пролистывались. И здесь даже специально включен список использованных источников, чтобы вы могли более подробно рассмотреть непосредственно наши понятия исследовательской деятельности. Есть у вас еще какие-то вопросы по поводу презентации? Все понятно. Хорошо. Я вас услышала, вам организатор обязательно объяснит, как скачать сертификат, каким образом можно еще раз скачать презентацию. Если нет по содержанию вопросов, то я вас еще раз благодарю за внимание. Спасибо вам большое. Всего доброго. Будьте здоровы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...